Добрый день, друзья! С вами съедобный бизнес Андрей Сунько. И сегодня мы продолжим тему нейминга и поговорим о том, зачем регистрировать торговую марку и вообще, что такое защита интеллектуальной собственности. Не переключайтесь, мы начинаем. Андрей, приветствую! Спасибо, что согласился сегодня записать с нами интересное интервью об интеллектуальной собственности. И давай начнем с того, чтобы нашим подписчикам, кто нас смотрит, было понятно. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, о своей компании, пожалуйста. Привет! Меня зовут Андрей Лидник. Я управляющий директор компании BB Copyright Office. Мы занимаемся защитой и капитализацией интеллектуальной собственности для наших клиентов. То есть помогаем им защититься от разного рода рисков в области их бренда или программного обеспечения или других типов интеллектуальной собственности. А также мы помогаем разработать стратегии для того, чтобы максимально извлечь пользу и выгоду из процесса защиты и обладания интеллектуальной собственности. Я так понимаю, что, наверное, за счет того, что очень много брендов сейчас специализируются на tech, IT, бизнес и все уходит в цифру, да, все цифровывается. Скорее всего, это, наверное, вопрос регистрации торговой марки становится все более и более актуальным. Сколько вы в Эмиратах уже и видишь ли ты тенденцию роста по твоему направлению? Да, безусловно. То есть мы работаем в Эмиратах и в целом по Middle East в последние 4 года. И мы явно видим тенденцию к тому, что когда мы сюда пришли, то есть вообще не было абсолютно никакого понимания о том, что такое интеллектуальная собственность, зачем она нужна. В то же время за эти 4 года, ну, то есть и Эмираты, ну, так как мы в основном работаем в Эмиратах, Эмираты как бы шагнули сильно вперед с тем, что и государство, собственно, способствует развитию предпринимательства, действительно инноваций, технологий и так далее. И, соответственно, в связи с тем, что как бы развитие идет в отрасли, соответственно, начинаются определенные конфликты, что кто-то у кого-то что-то скопировал, кто-то у кого-то что-то украл и так далее. Соответственно, тема защиты интеллектуальной собственности, защиты своих прав и подтверждения того, что ты являешься как бы тем, кто первый это сделал и тем, кто первый вывел это на рынок, оно, ну, то есть, ну, эти вопросы становятся более актуальными со временем. И, ну, то есть, есть достаточно много разных способов и инструментов, которые помогают тебе защитить твою интеллектуальную собственность, защитить от внешних рисков, от внутренних рисков. И в зависимости от продукта, от цели мы всегда подбираем, ну, корректный инструмент для того, чтобы эту задачу реализовать. Давай определим формулировку, что такое интеллектуальная собственность и как ее можно связать с направлением бренда. По сути, интеллектуальная собственность это все то, что создается, ну, как бы умственными способностями человека. То есть, туда входит очень много разных типов. То есть, это как изобретение, так и бренды, так и программное обеспечение, мобильные приложения, разного рода дизайны, также, собственно, медиа, также литературные произведения. То есть, все, что человек придумывает, по сути, это результат его интеллектуального труда. Это и есть интеллектуальная собственность. То есть, бренд это один из, скажем, зачастую наиболее важных элементов, потому что, когда ты создаешь бизнес, по сути, на начальном этапе зачастую бренд это то, что у тебя есть, то, с чего ты начинаешь. И поэтому это наиболее, как бы, один из наиболее важных и наиболее, главное, понятных активов, которые, как бы, появляются с самого начала. И поэтому, собственно, один из моментов это то, что с самого начала нужно понимать и нужно думать. То есть, не обязательно сразу кидаться в регистрации, но, по крайней мере, стратегию в области интеллектуальной собственности вы должны, ну, то есть, как бы, разрабатывать с самого начала. Андрей, скажи, кому и на каком этапе ты рекомендуешь уже начать регистрацию торговой марки и вообще задумываться об этом? Какому бизнесу, возможно, на каком этапе развития этого бизнеса необходимо задумываться об этом? Как я уже начал говорить, собственно, задумываться об этом стоит с самого начала, потому что даже создавая, ну, банально, то есть, начиная бизнес и создавая название и бренд для своего бизнеса, вы уже можете попасть в ситуацию, когда вы придумаете что-то, что нарушает права третьих лиц. Ну, то есть, уже, допустим, на этапе нейминга в том числе, да, я так понимаю? Безусловно, то есть, когда вы придумываете имя уже, ну, то есть, когда, там, имя более-менее финализировано, но до того, как вы уже вложили кучу денег в, там, брендинг и в разработку концептов и, там, не дай бог еще что-то, соответственно, как бы, необходимо проверить, не нарушаете ли вы чьи-то права, потому что кто-то, может быть, уже придумал это имя до вас, может быть, его где-то использует и, соответственно, уже даже зарегистрировал. И в этом случае это огромный риск потенциально того, что вы в будущем, когда вы, допустим, разовьетесь до какого-то уровня, ну, то есть, компанию, вы можете попасть на то, что вам придется делать ребрендинг, причем очень быстро и под большим давлением, условно говоря. То есть, и чем, ну, чем, чем раньше вы задумаетесь о стратегии, тем, как бы, лучше для вас. Безусловно, опять же, возвращаясь к тому, что бренд – это не единственный актив, то есть, нужно разрабатывать в идеале, нужно разрабатывать стратегию, которая будет включать не только регистрацию бренда, либо, ну, то есть, включение как интеллектуальной собственности в список своих активов, но и другие вещи. Но бренд, как мы уже начали говорить, это такая вещь, которая с самого начала появляется, и думать о его защите, то есть, нужно с самого начала. Хорошо, значит, первым шагом, что должно быть? Кстати, ребята, в прошлых выпусках мы поговорили о том, как вообще создавать свое имя, по каким критериям, по каким шагам, и вот сейчас мы можем добавить еще один пункт туда, что необходимо, я так понимаю, проверить у вас, например, либо в каких-то других ресурсах это имя, не зарегистрировано ли оно где-то уже в мире, правильно я понимаю? Да, безусловно. То есть, есть процедура, это называется, в целом это называется патентный поиск, но как бы трейдмарк поиск это один из подвидов, скажем так, когда есть возможность проверить, есть специальные базы данных, они, безусловно, не всегда доступны для обычного пользователя, но как бы компании, которые специализируются на регистрациях интеллектуальной собственности и так далее, у них, безусловно, есть, и у нас есть доступ к международным базам данных, где мы можем проверить любое имя на, как бы, ну, на определенные риски, то есть, если оно где-то зарегистрировано, мы вам скажем, что, ну, то есть, по результатам поиска, мы скажем, что, вот, ребят, это имя зарегистрировано там, там, так, и в таких форматах, то есть, и объясним потенциальные риски, связанные с продолжением, например, использования этого имени или попытки регистрации его, то есть, мы скажем, что, окей, оно зарегистрировано много где, поэтому не стоит, лучше переименуйте на данном этапе в избежание, как бы, последующих проблем. Если оно, допустим, зарегистрировано, может быть, там, в одной стране, где-то в активности, не связанной с вашей, например, тогда, как бы, ну, скажем, окей, есть маленький риск здесь, но, как бы, по сути, никаких препятствий для регистрации не будет, поэтому, в принципе, можете, как бы, продолжать в том же духе, но, как бы, опять же, будет совет, там, по регистрации в пределах какого-то времени. Вопрос. Онлайн. Возможно ли проверить имя, есть ли бесплатные, либо платные ресурсы? Есть определенные ресурсы, которые позволяют проверить в какой-то степени, то есть, доступность этого имени, или зарегистрировано оно, или нет, но, в целом, как бы, для рядового пользователя, наверное, всеобъемлющей базы нету, то есть, мы делаем проверку по достаточно большому количеству баз данных, которые имеют, как бы, достаточно серьезный платный доступ, мы за это платим, потому что мы это используем, в целях, конечно, проверки, там, одного бренда абсолютно нету смысла за это, как бы, ну, платить, там, такие деньги, как платим мы, то есть, можно просто обратиться в одну из компаний, которые предоставляют данные услуги, в том числе к нам, и мы за, как бы, в пределах, там, недели этот поиск сделаем, это стоит, ну, не настолько дорого. Сколько это стоит? Примерно полторы тысячи долларов. Это, как бы, международный поиск, когда мы по всем странам дадим, как бы, ну, то есть, мы объясним риски, связанные с тем, что, как бы, где-то может быть зарегистрировано или не зарегистрировано. Я правильно понимаю, за эти деньги, если вы говорите, что такого имени нет в регистрациях по миру, вы берете на себя ответственность за информацию, которую вы предоставите. Безусловно. Андрей, зачем необходимо вообще регистрировать торговую марку, есть ли еще другие виды регистрации, да, и можешь описать процесс, как это происходит вообще? Да, в целом, безусловно, для того, чтобы делать какие-то регистрации, необходимо определиться с целью, то есть, что мы вообще хотим. То есть, или это, как бы, какие-то локальные задачи, или задачи в международном формате, когда, например, вы разрабатываете франшизу и хотите ее продавать по миру, либо это, ну, это просто какой-то локальный бизнес, который нам нужно, чтобы нас не смогли трогать, ну, то есть, чтобы обезопасить себя, выражаясь как бы более понятным языком. Соответственно, в зависимости от этого, безусловно, выбираются инструменты регистрации. То есть, в принципе, для регистрации любой интеллектуальной собственности всегда есть, ну, набор инструментов, которые, ну, можно использовать для достижения определенных целей. То есть, в случае регистрации бренда, то есть, в принципе, основной и, ну, такой широко распространенный способ это регистрация торговой марки. Соответственно, менее распространенный и немножко, может быть, ну, то есть, у каждого инструмента есть свои плюсы, свои минусы. То есть, есть формат регистрации бренда, как копирайта. У него, опять же, то есть, как и у трейдмарка, есть свои, у торговой марки есть свои ограничения. То есть, если торговая марка, например, она регистрируется, ну, то есть, в каждой стране и, более того, она регистрируется в соответствии с деятельностью, которую ты предоставляешь. То есть, есть международная классификация, там 45 классов, которые делят все продукты и сервисы на, ну, собственно, вот, на 45 классов. То есть, и если ты зарегистрирован в одном классе, например, то, допустим, твой конкурент может быть зарегистрирован с тем же именем в другом, в другой, в другом бизнесе. То есть, потому что, ну, по сути, вы как бы не конкурируете якобы. Хотя, с другой стороны, здесь, опять же, встает вопрос, что недавно читал про один из кейсов, когда в Северной Корее, о, в Южной Корее, простите, соответственно, был зарегистрирован ресторан с названием Louis Vuitton Duck. Опа, интересно. То есть, соответственно, вроде как они не конкуренты, но, с другой стороны, как бы, безусловно, ресторан с именем Louis Vuitton Duck, как бы, по сути, ну, пользуется репутацией бренда Louis Vuitton, так или иначе. И, как бы, вопрос в том, что ситуации бывают разные. То есть, бывает, когда ты просто пользуешься чужим, как бы, именем для того, чтобы... А другое дело, когда, если ты делаешь что-то не очень хорошее, то это не очень хорошее отражается и на том бренде. Вот, то есть, это, ну, опять же, палка всегда о двух концах. Ну, соответственно, безусловно, Louis Vuitton, как бы, подали в суд, заставили их поменять и, ну, то есть, сменили, несмотря на то, что, как бы, у Louis Vuitton нету зарегистрированных торговых марок на, ну, то есть, на ресторанном бизнесе, потому что они никак с ним не связаны. Вот, соответственно, с другой стороны, есть, ну, регистрации, которые, ну, то есть, копирайт, например, авторское право, это регистрация, которая, в соответствии с Бернской конвенцией признается в 172 странах. Но проблема в том, что здесь, если торговая марка может быть зарегистрирована на текст, ну, то есть, на имя, именно, как бренд, как на имя, то авторское право, оно может быть зарегистрировано только на бренд в составе, как бы, как составного произведения, логотипа и имени, то есть, имя, например, название ресторана просто как текст, ты не можешь зарегистрировать как копирайт, то есть, это должно быть, ну, определенный графический элемент, плюс, соответственно, имя. Тогда, как комбинация, это может быть защищено на уровне, как бы, 172 стран, которые уже 176, по-моему, членов, которые подписали Бернскую конвенцию. Хорошо, давай простым языком, например, я хочу масштабировать сеть ресторанов, выходить из Эмирата в, пускай там, в Азию и в Америку. Что мне лучше выбрать? Регистрацию торговой марки и, получается, мне надо локально ее зарегистрировать и в тех странах, где я хочу присутствовать. Либо же авторское право, которое сразу же там в 170 странах. Что мне, как клиенту, ты посоветуешь? И сколько это будет стоить? Смотрим, зачастую, зачастую, иногда бывают ситуации, когда мы говорим о том, что есть рынки, на которых вы присутствуете, есть рынки, на которых вы не присутствуете, но, возможно, будете присутствовать. Соответственно, в этом случае бывают ситуации, когда мы говорим, что давайте мы зайдем с трейдмарком в те рынки, которые вы присутствуете, и копирайтом закроем те рынки, которые вы не присутствуете. То есть эти два типа регистрации, они не взаимоисключающие. Соответственно, зачастую иногда, ну, зачастую бывают ситуации, когда мы говорим, давайте пойдем и там, и там. Если, допустим, это, ну, какой-то локальный бизнес, например, то иногда бывает, что мы говорим, нет, давайте сделаем крейдмарк, в принципе, как бы вам этого будет достаточно. Если, опять же, если бизнес еще не очень большой и, как бы, но хочется развиваться в, ну, особенно это применимо, например, там, вот сейчас к диджиталу, очень актуально, когда трейдмарк практически не работает. То есть в этом случае, конечно, в диджитал пространстве наилучшим образом работает авторское право, и, соответственно, там мы однозначно рекомендуем идти по линии авторского права. Хорошо, что по ценам? По ценам, по регистрации бренда, например, то есть в международной регистрации по авторскому праву у нас стоит вместе с международным поиском в районе 15 тысяч дирхам. Локальная торговая марка, например, на бренд стоит в районе 12 тысяч дирхам за одну активность. Ну, то есть это... Локальная, имеется в виду, что ОЭ. Да. Вау, почти столько же, сколько сразу же 170 стран. Да, ну, как я уже объяснил, у каждого инструмента есть свои плюсы и минусы. То есть, если, например, у тебя есть просто имя, ты не можешь пойти по линии копирайта. Для этого тебе нужно как бы сформировать, ну, бренд, который будет составлять такое авторское, составное авторское произведение, которое будет закрывать логотип и имя как комбинацию. Получается, по праве, если я не прав, если я хочу зарегистрировать здесь и, к примеру, в Америке, то я заплачу 12 умножить на 2, либо цены варьируются от стран. Да, цены торговую марку, безусловно, варьируются от страны, потому что это государственная регистрация, у каждой страны есть свои государственные пошлины. То есть, могу сказать честно, что GCC страны, они являются одними из самых дорогих в области, как бы, пошлин на торговую марку. Кто бы сомневался? Несмотря на то, что буквально недавно они снизили государственные пошлины, причем достаточно существенно. То есть, по-моему, там где-то тысяча на три дирхам. То есть, до этого было еще дороже. То есть, до этого было около 15. Но, тем не менее, по-прежнему они остаются одними из самых дорогих. То есть, в США, ну и тут еще играет роль, что, допустим, в США, если ты регистрируешь несколько классов, то ты платишь полную цену за первый класс, а дальше идут небольшие добавки, то есть, там буквально процентов 15, наверное, за каждый следующий класс. По GCC региону, если ты делаешь два класса, ты платишь два раза одинаковую пошлину. То есть, здесь нет вот этого, ну, то есть, снижения цены на последующие классы. Поэтому, как бы, да. Андрей, все же, сколько занимает процесс регистрации и нужно ли ее обновлять, как часто? Ну, смотри, процесс регистрации тут сильно зависит от, как бы, типа регистрации. То есть, например, и от страны, например. То есть, в случае с трейдмарком, то есть, это может занимать, там, от, условно, там, трех-четырех месяцев и в некоторых странах до 18 месяцев. То есть, полный процесс. Если мы говорим про регистрацию авторских прав, то есть, через копирайт, то, соответственно, это занимает где-то в среднем от двух недель до, в зависимости от, опять же, органа, где ты регистрируешь, может, там, до четырех месяцев занимать. То есть, в нашем случае мы работаем с европейским копирайт-офисом, который в Германии находится, то есть, через него мы работаем, это занимает две недели. Вот, соответственно, если это трейдмарк, то в Эмиратах это занимает где-то в среднем 4-6 месяцев, в разных странах по-разному. А какие документы нужны для регистрации? Опять же, в зависимости от типа регистрации, если мы говорим про торговую марку, то там нужны документы на компанию, господи, как по аравоторни, это, ну, доверенность нотариальная на агента, который будет регистрироваться, ну, и плюс, соответственно, логотип, название и документы на компанию, на которую будут регистрироваться. На регистрацию копирайта примерно плюс-минус все же самые документы. В общем, ничего военного, обычная... Да, то есть это, безусловно, то есть, ну, нужна информация на сам бренд, нужна информация на правообладателя, ну, то есть на того человека или компанию, которая будет этим брендом владеть. То есть можно на физическое лицо в том числе регистрировать? В некоторых странах можно регистрировать торговую марку на физическое лицо, в некоторых нельзя. То есть здесь все зависит от страны. Авторское право, да, ты можешь регистрировать как на компанию, так и на физическое лицо. Круто. Слушай, а может, знаешь, какие-то кейсы ваши личные, ваши компании, либо же мировые, когда компания сталкивалась с трудностями финансовыми, либо по заходу на определенный рынок, из-за того, что у нее не была зарегистрирована торговая марка? Ну, смотри, по мировым кейсам, то есть последняя интересная, ну, то есть такая громкая новость была, когда Макдональдс не смог отбить у небольшого американского ресторанчика название. Ну, то есть есть зарегистрированные торговые марки, причем по всему миру, на Биг Мак. Серьезно? Да, соответственно, в Ирландии есть небольшая компания, ну, как небольшая, условно небольшая, у них там 100 ресторанов по Ирландии, они начали выходить на UK, на другие рынки, и они называются Супер Мак, Супер Макс. Соответственно, Макдональдс наслал на них всех своих юристов с тем, что как бы, ну, якобы Биг Мак и Супер Мак, это как бы очень похожие названия, как бы, и может быть, как бы, некий, ну, смешение, скажем, и влияние друг на друга. Конфликт интересов. Да, 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 да. Соответственно, ну, как бы, там, по-моему, где-то года три шел суд. В итоге Супер Мак отстоял свое право, как бы, использовать это название для своего ресторана, и, как бы, они развиваются сейчас по Европе. Вот. Из наших кейсов я, к сожалению, не могу называть имена, но мы сталкивались с ситуацией, когда одна из достаточно крупных страховых компаний потеряла достаточно большую сумму, то есть, там, порядка десятками миллионов дирхам исчисляемые, на том, что, ну, в диджитал пространстве их брендам прикрывались для продаж, как бы, страховых полисов. Ну, и, собственно, они долгое время не могли, из-за того, что не было правильного понимания, как зарегистрировать бренд, как организовать право применения и закрыть, как бы, ну, то есть, нелегальное использование этого бренда, в том числе в соцсетях. Соответственно, они потеряли, ну, то есть, там, порядка 30-50 миллионов дирхам. Соответственно, после того, как они к нам обратились, мы провели, ну, то есть, грамотную экспертизу, грамотную, ну, то есть, сделали необходимые регистрации, и в течение, там, двух недель нелегальное использование прекратилось, и, так бы, они остались довольны. Вот, ну, и в целом, как бы, я говорю, что это всегда палка о двух концах, то есть, нужно думать, в первую очередь, безусловно, о защите себя, потому что, как бы, ты можешь в какой-то момент нарушать права третьих лиц, и за тобой может, за тобой могут прийти условия другая. То есть, и, да, и, как бы, заставить тебя поменять, ну, либо, там, начать менять название бренд, или, как бы, дизайн, или что-то еще. Но, и, с другой стороны, безусловно, ты должен, как бы, понимать, что, если ты делаешь какие-то регистрации, или, ну, то есть, ты защищаешь свою интеллектуальную собственность, впоследствии, ты можешь тоже запретить использование твоего бренда, или, ну, или очень похожего бренда для того, чтобы, как бы, играть на твоей репутации, и, как бы, получать от этого финансовые какие-то бенефиты. Андрюх, ну, у нас принято дарить подарки и всякие плюшки нашим подписчикам, за то, что они нас терпят, смотрят. Что мы можем предложить от тебя? Ну, давай поступим следующим образом. То есть, ты определишь, какой будет промо-код. Соответственно, по данному промо-коду мы организуем для всех желающих первое – это часовую стратегическую сессию, ну, бесплатную, для того, чтобы определить стратегию в области интеллектуальной собственности, какие объекты должны быть защищены. И, соответственно, мы можем дать скидку на 20% на регистрацию авторских прав. Круто. Ребята, оставляем линк на контакты Андрея ниже, на его компанию в том числе. Ознакомьтесь. И всем советую обращаться. Знаю этого человека не понаслышке. Промо-код «Съедобный бизнес», 20% скидка и первая стратегическая сессия совершенно бесплатно. Оставайтесь съедобным бизнесом, получайте больше плюшек, больше крутой информации. Ну и до следующей недели. Андрей, тебе огромное спасибо. Спасибо. Пока.